Джентльмены, Антонио с вами. Сегодня мы поговорим о нижнем белье, а именно о разнице между дешевым нижним бельем и бельем высокого качества. За последние несколько лет мне отправляли пробники, чтобы я их опробовал. Что ж, это было большое разнообразие нижнего белья, сделанного из синтетики, хлопка, даже шерстяные. И я могу сказать с уверенностью, что существует огромная разница между трусами, которые можно купить за 3 или 10 долларов в простом магазине. Вы можете обнаружить доступные для вас модели, если будете знать, что искать. У меня тут есть несколько экземпляров от компании Тэйни. Знаете, у меня тут есть несколько экземпляров, которые даже не моего размера, так что мне надо от них избавиться. Напишите в комментариях, если бы вы хотели получить пару таких трусов. Для этого посетите их сайт и посмотрите на модели, чтобы вы могли сказать, которая вам понравилась. Я, конечно, не могу обещать именно эту модель, но если вы назвали ту модель, которая есть у меня, то первый человек, который отпишется в комментариях, получит их. Я ему отвечу в сообщении. И да, только одна пара в руки. Успехов. Вернемся к разнице между дорогим и дешевым бельем. Относится к тому, как они сидят, как они ощущаются и насколько в них комфортно. Можно сравнивать, как и с бритвами. Мы начинали с одноразовой бритвы, и сейчас кто-то из вас уже учится пользоваться безопасной бритвой. У многих есть определенные потребности, но если вы хотите почувствовать качественные изменения там внизу, то попробуйте поменять материал, который впитывает влагу, который мягче, чем шелк, и при этом еще и прочный. Все это возможно. Как я отметил, мы обсудим сегодня два пункта. Различные стили, их существует целых пять, и поговорим о ткани. Давайте перейдем к моделям и стилям. Короткие трусы. Аккуратные, белые. Думаю, все знают такие, потому что они самые распространенные. А об истории известно, когда передняя часть отстегивалась, чтобы можно было воспользоваться туалетом. Шорты. Эти следуют сразу за трусами. Они намного больше и просторнее. Особенно подойдут тем мужчинам, которым не нравится, когда их мошонка слишком прижата к телу. Причина, по которой мошонка отвисает, это чтобы снизить температуру. Это для того, чтобы, давайте скажем, не стрелять в холостую. Так что шорты позаботились об этом, и они также очень популярны. Давайте перейдем к моим любимым. Это облегающие шорты. Мне они нравятся, потому что они тоже достаточно просторны, как шорты. Но у них также есть функциональность трусов. В шортах мне не нравится эта лишняя ткань, которая может выступать под джинсами или брюками. Облегающие шорты – это лучший выбор в мире. Модный дизайн и никаких проблем. Еще есть два стиля трусов. Трусики бикини и стринги. Трусы бикини я бы себе не брал. Пусть некоторые находят их удобными. Разница между бикини и трусами. В бикини используется меньше ткани по бокам и сзади. Также используется менее грубая ткань. Стринги, ну, вы знаете, есть набедренные повязки. Так вот, это похоже на стринги. Джентльмены, об этих пяти моделях я детально написал в своей статье на Realman Real Style. Я оставлю ссылку под видео. Давайте перейдем к тканям. Я должен признаться, в этом я был не силен. И я прочел вот эту книгу «Текстиль». В ней говорится многое о тканях. Так что я получил довольно хорошие знания и начал понимать, что эта ткань создает огромную разницу. Хлопок – один из самых популярных материалов. Но вы должны понимать, что существует разница между низкопробным хлопком и высококачественным. Разница эта заключается в длине самого волокна и насколько тонко и крепко он сплетен. У меня тут есть пробник от Тенни, и тут они используют хлопок швейцарской отделки. Только гляньте, как они тут вытканы. Что я могу сразу сказать, так это то, что они ультрамягкие. Вы уже слышали от меня о тканях в рубашках и о разных шерстяных тканях. Только 3% самого качественного хлопка поставляется из Египта, на нескольких островах и еще пару частей мира, которые допускаются к этой швейцарской отделке. Это создает вот эту большую разницу. Когда речь заходит о льне, я видел несколько пар. Скажу сразу, я небольшой фанат льиных трусов. Я бы пожелал увидеть развитие в этом направлении. Шерсть – это великолепная опция. Это люксовая ткань. Как бы никак, но есть маленькая проблемка с шерстяным бельем. Шерсть, она впитывает влагу до определенного момента, а затем ты начинаешь чувствовать ее. Также может быть немного жарковато в них. Вы уже слышали от меня, будьте аккуратнее с тканями, сделанными для мужчин. Они могут быть использованы где угодно, но есть определенные ткани, которые мне просто сносят крышу. Вот у меня есть пара, тоже от Тэнни. Они сделаны из микрофибры. Мне нравится, что они мягче, чем шелк. Они тоньше. И причина, по которой толщина имеет значение, – это ощущение легкости и качества плетения. Но главное, они прочнее. Это очень важно. Возможно, если вы носили вещи из шелка, то знаете, как он подвержен разрушению от стирки. А вот такие вот трусы были специально сделаны для стирки снова, снова и снова. Очень круто. Если вглядеться в плетение, то оно позволяет им возвращаться обратно в первоначальную форму. Если взять, например, дешевое белье, то большая часть растяжки приходится на пояс. Но в других частях, если вам тесно, то оно так и будет тесно. В этих дорогих трусах материал сделан так, что он будет дополнять вашу фигуру. И это заметно и чувствуется намного лучше. Больше деталей я привел в статье на сайте RealManRealStyle, так что заходите и читайте. Снова скажу, Тэнни – это отличная компания. Я под большим впечатлением от того, что Адам и его команда делают. У них отличный веб-сайт. И у нас есть отличное предложение для вас, ребята. 25% скидка. Просто введите код RMRS25, и вы получите скидку на первой и на второй покупке. Можете поговорить с Адамом, он очень хочет, чтобы вы получили скидку и на второй покупке. Так что, если хотите попробовать и убедиться в разнице между бельем на своем опыте, вы можете это сделать, а потом во второй раз заказать сразу себе хоть 10 пар. Я говорил с Адамом на эту тему и пришли к выводу, что важно понимать то, чего ты хочешь. Так что, я бросаю вам вызов. Возьмите себе одну пару высококачественного нижнего белья, а потом проследите, что вы будете брать постоянно. Я сделал что-то подобное с майками. Как только я попробовал дорогие майки, я словил себя на том, что всегда брал именно ее. Разве это не здорово, когда у тебя гардероб состоит из вещей, которые вы просто обожаете носить? Ребята, пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Я точно свяжусь с пятью из вас, чтобы выслать бесплатную пару. На этом все, джентльмены, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok